Привет! Меня зовут Алексей Шиньман, я собственник компании Выдумщики.ру. Вот уже 10 лет я занимаюсь производством и продажей товаров для домашнего маловарения. Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом, чтобы уберечь вас от ошибок, которые возможны на этом сложном и очень тернистом пути. Мы запускаем новую рубрику на нашем канале, которая называется «Серьезный разговор». Здесь мы будем обсуждать важные вопросы, которые возникают у любого продвинутого маловара. Благодаря этим знаниям вы сможете сэкономить свои деньги, время и нервы. Меня очень часто спрашивают, а нужно ли сертифицировать мыло из мыльной основы. Посмотрев немного в соцсетях, я понял, что вопрос очень актуальный. Поэтому сегодня в рубрике «Серьезный разговор» я подробно разберу эту важную тему. В этом видео я отвечу на самые популярные вопросы. А именно, какие документы нужны для официальной работы? Как сертифицировать готовое мыло? Что указывать на этикетке? Как сертифицировать мыльные букеты? Как сертифицировать мыло с нуля? Нужно ли сертифицировать производственное помещение? Как оформить эти документы и сколько все это стоит? Ну и, наконец, какая ответственность предусмотрена за нарушение действующего закона при производстве и продаже мыла. Обязательно досмотрите это видео до конца, будет очень много полезной информации. Итак, начнем с того, что наличие сертификата обязательно, если вы берете деньги за свой продукт. Ну, то есть продаете его. Не важно, раз в месяц, раз в год, если вы изготавливаете мыло исключительно для себя, ну или в подарок. Естественно, никаких сертификатов не потребуется. Чтобы официально продавать товары на территории Российской Федерации, необходимо стать юридическим лицом. Только так вы сможете официально вести торговлю мылом ручной работы. Далее вы, как российский производитель, должны оформить нормативный документ на изготовление этой продукции. Этот документ называется технические условия. Этот документ будет являться основанием для разработки и оформления всех последующих разрешительных документов. В случае, если мыло по всем органолептическим или физико-химическим показателям полностью соответствует требованиям ГОСТ, то дополнительные технические условия не потребуются. Мыло, изготовленное из мыльной основы, не может соответствовать этому ГОСТу. Поэтому оформление технических условий обязательно. Кстати, оформлением и разработкой технических условий занимаются центры сертификации. На момент выхода этого видео, то есть в начале 2019 года, средняя стоимость разработки и регистрации ТУ составляет 15 тысяч рублей. Для оформления ТУ потребуются следующие документы. Заявка, заполненная по форме. Затем учредительные документы, которые вы получили при открытии компании. Третьим документом является список продукции с подробным указанием состава и макетами этикеток. Кстати, к требованиям по указанию состава продукции на этикетке мы еще вернемся чуть позже. Центр сертификации оформляет документы в течение 10-15 дней. После получения зарегистрированных тех условий пора переходить к сертификации продукции. То есть все должно соответствовать техническим условиям, ну и другим регламентам. Для начала собираем пакет документов. Вот их список. Далее подготавливаем образцы продукции для анализа. Ну 4-5 штучек. Получаем протокол испытания. Средняя стоимость протокола составляет 10 тысяч рублей. Затем подаем заявку на испытание и заявление на регистрацию декларации. Обратите внимание, центр сертификации, в который вы будете обращаться, должен быть аккредитован в области сертификации парфюмерно-косметической продукции. Это очень важно. После проведения испытаний и получения протоколов с результатами, центр сертификации заполняет декларации о соответствии и регистрирует ее в государственном реестре с присвоением уникального регистрационного номера. На момент подготовки этого материала средняя стоимость оформления этого документа в центрах сертификации города Москвы составляет 10-12 тысяч рублей. Итак, резюмируем коротко. Собираем пакет документов, готовим образцы вашей продукции, получаем протокол испытания по всем правилам и требованиям. Получаем регистрационный номер. И документы, и процедура едины для всех стран, входящих в таможенный союз. Дополнительно, ну например, для участия в крупных тендерах, организации поставок в крупные сетевые магазины, можно оформить добровольный сертификат ГОСТ-Р. Ну и еще экспертное заключение, которое раньше называлось гигиенический сертификат. Это еще 40-50 тысяч рублей и 1-2 недели по времени. Эти документы не являются обязательными на сегодняшний день. Я еще раз хочу акцентировать ваше внимание на том, что необходимо очень хорошо изучить технический регламент. Статей в нем немного, но приложения к нему очень объемные, поэтому я рекомендую сделать их настольными справочниками и сверять с ними все ингредиенты, которые вы собираетесь использовать при изготовлении мылоручной работы. В одну декларацию может быть внесено много наименований однородной продукции, выпущенной по одним техническим условиям. Ну, по-хорошему, конечно, нужно каждую новую одушку и каждый новый краситель отдельно испытывать. Можно сгруппировать похожее мыло, дать общее название и сертифицировать одного представителя из этой группы. Для всех остальных в этой группе на этикетке писать точное групповое название из декларации, а после добавлять детали. Ну, например, групповое название «мыло твердое формованное ракушка», а на этикетке каждой конкретной ракушки добавлять после основного названия с запахом морского бриза или серая или с ароматом персика. Кстати, сейчас очень популярно собирать мыльные букеты. Это, по сути, комплект из готовых изделий, то есть набор готового мыла разной формы. В случае с букетами это цветы. В этом случае вам необходимо декларировать мыло в форме цветов отдельно по видам. Я бы советовал в кучу их не собирать, а разделить по видам. Например, мыло твердое формованное роза для любых роз или мыло твердая ромашка для любых ромашек. Букет – это набор мыла в оригинальной упаковке, поэтому на набор распространяются правила маркировки наборов. Отдельно набор сертифицировать не нужно, если он состоит из сертифицированных комплектующих, ну то есть отдельных цветов. В любой декларации после перечисления всех наименований, входящих в нее, приписывается фраза, в том числе в косметических наборах и пробниках. Для маркировки наборов я предлагаю сделать небольшую листовочку с информацией и привязывать ее к букету. Этот комплект называть, например, набор мыла, букет роз и ромашек. Кстати, по маркировке наборов есть отдельный ГОСТ, его можно скачать в интернете. Кстати, при изготовлении мыла с нуля точно так же нужно декларировать свой продукт, ровно по тому же алгоритму. Как только в названии продукта появилось слово «мыло», сувенирное, декоративное – неважно, продукт автоматически становится парфюмерно-косметическим и обязательно подлежит сертификации и декларированию, как любое другое мыло. А теперь давайте рассмотрим вопрос подготовки документов для производственного помещения. Ведь эти документы нужны производителю для того, чтобы соответствовать техническому регламенту таможенного союза. В перечне необходимых для сертификации документов значатся копии документов на производственное помещение. Это может быть договор аренды помещения, это может быть право собственности, если помещение свое. Обязательно необходимо указывать юридический адрес компании, а также фактический адрес производства, если они отличаются. Отдельно в письменном виде вы обязаны заявить о том, что производственное помещение полностью соответствует требованиям техрегламента. Принципиальные требования к производственному помещению есть в техрегламенте, их немного. Вот они. Это основные и самые важные из них. Если вы производите продукцию, требующую микробиологического контроля, например, скрабы или кремы, то требования к чистоте намного жестче, там гораздо больше нюансов. Кстати, обратите внимание на то, что Роспотребнадзор вправе провести документальную проверку на соответствие помещения указанным требованиям. Дополнительно можно оформить сертификат менеджмента качества производства по системе ИСО. Этот сертификат не является обязательным, но может понадобиться при работе с крупными покупателями. Хорошо, с подготовкой сертификатов мы разобрались, а теперь давайте разберемся с упаковкой и этикеткой на готовом мыле. Полные требования к информации для потребителя на этикетке изложены в техническом регламенте. На этикетке мыла ручной работы обязательно должна располагаться следующая информация. Начинаем, конечно же, с названия вашего мыла. Далее необходимо указать наименование изготовителя и его местонахождение. Затем список ингредиентов, из которого сделано ваше мыло. Кстати, обращаю ваше внимание на то, что мыло для детей должно иметь соответствующее указание на этикетке с указанием возрастных ограничений обязательно. Следующий обязательный пункт – это номинальное количество, то есть объем или масса в потребительской таре. Обязательно необходимо указать срок годности готового изделия. Далее описание условий хранения, если они отличаются от стандартных. Особые меры предосторожности при использовании продукции важно указывать на этикетке в легко заметном месте, например, избегать попадания в глаза или использовать наружно. Следующий обязательный пункт – это номер партии. Каждой выпущенной номенклатуре вы обязаны присвоить номер партии либо серию номенклатуры. Далее очень важно прописать сведения о способах применения парфюмерно-косметической продукции. Отсутствие этих сведений может привести к неправильному использованию потребителям парфюмерно-косметической продукции. Обязательно укажите на этикетке знак обращения на рынке, знак ПКП и знак материала, из которого изготовлена упаковка. Не лишним будет указать нормативный документ, в соответствии с которым была изготовлена ваша продукция. Для других категорий продукции этот объем информации еще больше. Давайте детально рассмотрим правила написания состава мыла на вашей этикетке. Состав любого косметического продукта, мыла в том числе, должен содержать все ингредиенты, из которых этот продукт сделан и перечислены обычно после заголовка «состав» или «ингредиенты». Перечисляется в порядке уменьшения их массовой доли в рецептуре. Ингредиенты, массовая доля которых меньше 1%, могут быть перечислены в произвольном порядке. Кстати, обращаю ваше внимание на то, что указывать в составе словосочетание «мыльная основа» неправильно. Необходимо расписывать полностью ее состав. В России нет собственной унифицированной номенклатуры косметических ингредиентов, поэтому мы отдаем предпочтение международной к номенклатуре косметических ингредиентов. Российские требования к составу косметических продуктов изложены в техническом регламенте. Кроме обязательного, минимально необходимого объема информации для потребителя, о котором я уже сказал, этикетка может содержать штрих-код и неограниченное количество маркетинговой информации. Кстати, к ее составлению нужно отнестись с не меньшей ответственностью. Слова и фразы в маркетинговых текстах на этикетке должны быть подобраны таким образом, чтобы не обещать потребителю какого бы то ни было добавленного действия, которым продукт обладать не может. В случае такого заявления производитель обязан провести экспертизу и подтвердить документально заявленные дополнительные косметические свойства своего продукта. Например, мыло не может обладать увлажняющим, питающим или омолаживающим действием. Оно по природе и своему назначению способно лишь просто очищать кожу. Итак, мы с вами узнали о том, как оформить технические условия для производства мыла, как его сертифицировать и что необходимо, обязательно указывать на этикетке мыла ручной работы. Все это может показаться сложным, очень запутанным и затратным. В определенный момент кто-то из вас подумает, а зачем вообще мне все это оформлять? И могу ли я просто продавать мыло, которое я сделал у себя на кухне через интернет или на ярмарках? Что мне за это будет? А вот что будет. Вы можете подвергнуться аж трем видам наказания. Административному. Это штрафы и конфискация товара. Налоговому. А если вы не оформитесь как предприниматель, то вообще нарушите половину налогового кодекса, да и налетите на целую кучу административных наказаний за незаконное предпринимательство. И уголовному. Ну тут уже совсем должно быть страшно. Штрафы намного выше. Особо запущенные случаи предусматривают лишение свободы сроком до 5 лет. Помимо этого, закон предусматривает наказание за продажу товаров с нарушением установленных законом требований. Наказание за обман потребителей, введение их в заблуждение относительно потребительских свойств, ну или качество товаров. Нарушение продавцом или изготовителем требований технических регламентов. Особенно, если эти действия повлекли причинение вреда жизни или здоровью граждан. К примеру, ваши активные добавки, которые вы добавили в мыло, вызвали тяжелые аллергические реакции. Если по закону продукт подлежит декларированию и сертификации, то делать это необходимо обязательно. В противном случае может грозить штраф до 300 тысяч рублей. Штрафы и ответственность достаточно высоки, поэтому я рекомендую максимально внимательно отвестись к вопросам организации производства и сертификации выпускаемой вами продукции. Ведь срок давности по данным нарушениям 3 года. Отдельно хочу обратить ваше внимание на такое позиционирование продукции, как сувенирное мыло. Во-первых, если в названии есть слово мыло, продукт автоматически становится косметическим и подпадает под действие регламента. Если в названии изделия не использовать слово мыло, то согласно действующему законодательству сувенирная продукция не подлежит государственной регистрации. Так может ли производитель продавать свое мыло как сувенирную продукцию? Может, но только в том случае, если на этикетке указано, что продукция является сувенирной продукцией и не предназначена для использования в качестве косметического средства. Еще можно, конечно, попробовать получить так называемое отказное письмо или заключение вниз на продукцию с определенным кодом ОКП, который будет подтверждать, что этот продукт не подлежит обязательной сертификации. Ну а дальше уже отстаивать свою позицию, кстати, не исключено, что и в суде, о том, что это не парфюмерно-косметическая продукция, а декоративное художественное изделие ручного производства. Следует помнить, что сувенирная продукция не подлежит именно государственной регистрации, но она может входить в перечень продукции, подлежащей обязательной оценки соответствия в форме сертификации или декларированию. Напомню, что согласно закона, за недостоверное декларирование продукции вам может грозить наказание до 1 миллиона рублей. Например, если будет доказано, что ваш сувенирный букет является набором мыла и подпадает под действие совсем других регламентов. Будьте внимательны. Кстати, еще. С начала 2019 года в России вводится очень строгий контроль за сертификацией рабочих мест работников. Это касается как предпринимателей, так и юридических лиц. Абсолютно не важно, сколько у вас сотрудников в компании, не важно офисные это работники или, например, варщики мыла, продавцы в магазинах, абсолютно не важно. Если они числятся у вас в штате, значит обязательно нужно делать специальную оценку рабочих мест. Тех, кто этого не сделают, ждут штрафы до 80 тысяч рублей. Оценке подлежит каждое рабочее место. Даже если рабочие места сотрудников находятся в комфортных помещениях и не таят в себе никаких опасностей, этот факт нужно подтвердить документально. Обязательно поставьте лайк. Напишите в комментариях, оформляли ли вы сертификаты на готовое мыло, с какими сложностями сталкивались в процессе. Специально для вас я подготовил полезную памятку о том, как правильно сертифицировать мыло ручной работы и какие документы для этого понадобятся. Чтобы скачать его, просто подпишитесь на наш канал в инстаграм и напишите мне в директ. Я вышлю вам ссылку для скачивания этого чек-листа. Для удобства активную ссылку на наш инстаграм я оставлю в описании к этому ролику. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, которые занимаются изготовлением мыла и косметики ручной работы. Им точно будет интересно. А для того, чтобы не пропустить новые выпуски, нажмите колокольчик внизу экрана. Зачем? Потому что совсем скоро я расскажу вам о том, почему мыло потеет и как этого избежать. А еще я расскажу, что за снежинки иногда появляются на готовом мыле, от чего это происходит и что с этим делать. А на этом у меня все. Пока!